Моя клиентка согласилась быть моей моделью. Моделью на наращивание на верхние формы. Приветствую всех на моем канале и с вами я мастер Любовь Баварская. Почему моделью? Потому что я постоянно наращиваю на нижние формы, то есть на шаблоны, а вот на верхние формы рука не набита. И моя клиентка любезно согласилась, за что ей огромное спасибо. Удаляю полностью весь старый материал, в том числе и длину. На самом деле ничего сложного в таком наращивании нет, но есть свои секретики. И, конечно же, на все новое нужно набивать руку. С первого раза вряд ли получится хорошо. И даже опытный мастер, когда что-то делает первый раз, вряд ли это сделает идеально. А вообще, есть ли он этот идеал? Мы все методом проб и ошибок добиваемся наилучшего результата. Так что не судите строго, я не ас в наращивании на верхние формы, но все же я пробую. И только с опытом в чем-то новом приходят и навыки в скорости. Ведь в самом начале мы все делали долго. Начиная с первого маникюра, с первой коррекции, с первого наращивания и также с наращивания на верхние формы. Подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Снимаю глянец без нажатия, только весом самой пилочки. Кутикулу отодвину апельсиновой палочкой. Кутикулу отодвигаю, аптеригий счищаю. А в чем разница между аптеригием и пропилом? Тем самым пропилом фрезой после предыдущей обработки. То есть после предыдущей коррекции, то есть после предыдущего аппаратного маникюра. А разница в том, что птеригий легко счистить апельсиновой палочкой, а вот пропил нет. Беру дегидратор, чтобы подсушить кутикулу. Он моментально высыхает на воздухе. Кутикула становится сухая и потом легче работать фрезой. И даже не мешает, допустим, крем, нанесенный на кожу. Дегидратор мгновенно подсушивает впитавшийся в кожу крем или масло. Но ни в коем случае я этого не делаю на очень сухую кутикулу. Она и так сухая и без дегидратора. Видео слева. Обработка левого синуса и левой боковой складки. Фреза работает в режиме форвард на 15 тысячах оборотов. Аппарат у меня, то есть фрезер фирмы Стронг, Стронг 90. Разные аппараты работают абсолютно по-разному. Хотя на них и пишут мощность 35 тысяч оборотов в минуту. У меня старый Стронг и меня устраивает скорость 15 тысяч оборотов для работы фрезой пламя. К примеру, Стронг 210, если он, конечно, оригинальный, он будет работать в разы лучше. Поэтому на Стронге 210 я бы выставила скорость примерно 10-12 тысяч оборотов для этой процедуры. На видео справа фреза работает в режиме реверс. Носиком фрезы не работаю. Носик задает лишь направление фрезы. Рабочая часть фрезы пламя, это если примерно 1 миллиметр отступить от носика. Следующим этапом срез кутикулы. Для этого мне понадобится фреза шар. Диаметр фрезы 4 миллиметра. Фреза работает в режиме форвард на 7 тысячах оборотов. Движением справа налево я срезаю кутикулу, а движением слева направо заглаживаю. Постоянно стряхиваю пыль щеточкой, особенно на этапе прохождения в проксимальной складке, то есть на этапе расчищения проксимальной складки. Если не стряхивать пыль, то это получается как ежик в тумане или как тыкать пальцем в небо. То есть стряхиваю пыль для того, чтобы увидеть, что еще счистить. Ну а я завершаю свой маникюр, то есть обработку кутикулы. Еще раз очень хорошо счищаю все щеточкой, безворсовой салфеткой протирая ногти обезжиривателем. И следующим этапом. И нет, это не праймер, это все тот же дегидратор. А праймером я теперь пользуюсь, только в очень исключительных случаях. За последнее время кто заметил, что-то случилось с материалами. И праймер, ну вот лично мне стал мешать, он стал давать отслойки у кутикулы и также на свободном крае. Исключила праймер и все пошло хорошо. Для наилучшей сцепки беру скотч-гель. То есть первый слой, грунтовочный, у меня будет скотч-гелем. Можно работать по одному пальчику, а можно поставить по маленькой капельке на все, растереть и отправить в лампу. Вот такие у меня верхние формы. Клиентка моя носит ноготки формы овал, будем делать овал. Подобрала формы по размеру каждого пальчика. Наращивание буду выполнять акригелем, у меня от торговой фирмы Эльпаза. Довольно-таки густой, хорошо носится, держит форму, краешки не скалываются. Да еще и бюджетный, отличный акригель. Подготовила точечную LED-лампу. Выдавливаю из тюбика каплю материала на середину верхней формы. Кисточка у меня специальная для работы с полигелем. Не обильно смачиваю ее в обезжиривателе. И если обезжиривателя будет много на кисточке, то он будет растворять материал, в данном случае полигель. Распределяю акригель вверх и вниз, соблюдая толщину материала по бокам, то есть формирую ребра жесткости. Прикладываю эту конструкцию к ноготку, отступая от кутикулы примерно 2 мм. И под фонарик. Под фонариком 2-3 секунды переворачиваю и сглаживаю материал. Убираю вот эту вот горочку, пока она еще мягкая. Отправляю в LED-лампу на полную полимеризацию. Полная полимеризация примерно секунд 90. Прошу прощения за свои сухие руки. Я знаю, как они выглядят на видео, но иногда рисую, немного отвлекаясь от ногтей. И рисую я вот так, прям руками. Поэтому моя кутикула всегда высушена, пересушена. Ну, я ее периодически обрабатываю, конечно. Вот такая картина. Вчера нарисовала. Обожаю рисовать. Это такой мой маленький релакс. Ну да ладно, отвлеклась от темы, простите. Выполнила незначительный опил. Прям незначительный. Сформировала пилочкой свободный край. И убрала ступеньку из материала около кутикулы. И все это я сделала пилочкой. Фрезой в данном случае я себе не помогала убрать эту ступеньку. Точки в роста на месте. Немного подправила вид снизу. И пока мы с клиенткой выбирали дизайн, я забыла сделать один важный шаг. Я совершенно забыла покрыть ногти базой. То есть не сами ногти, а расстояние между кутикулой и акригелем. Очень надеюсь, что все будет хорошо, потому что скотч-гель держится намертво. Возможно, мой этот косячок не повлияет на носибельность, но вот в дизайне он вылез. Сейчас вы это все увидите. Для дизайна я беру шаблон для френча на клейкой основе. Приклеиваю его к свободному краю и протыкиваю спонжем. А в спонже у меня уже набрана белая гель-краска белого цвета. Вот этим самым движением я закрываю линию улыбки. Снимаю шаблон и отправляю на просушку в лампу. Делаю так на всех 10 пальцах. Линия под шаблоном остается прозрачной. Перекрываю все ногти гель-лаком. Вот такой у меня гель-лак призма. Очень красивый. Видео, конечно, не передает этого эффекта. Мерцание у него голубое, золотое, зеленое и белое. Топ с блестками на прозрачной основе от торговой марки Ириск. Покрываю им изнанку. И сейчас покажу, как вылезла та самая моя оплошность, когда я забыла положить базу. Убираю липкий слой из гель-лака и на него втираю втирку. И именно с втиркой стал виден этот самый залом около кутикулы. Вот так, как говорится, и на старуху бывает проруха. Обязательно сниму видео с коррекцией, покажу, как все относилось. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Буду очень благодарна за лайк, ну или дизлайк. С вами была Любовь Баварская. Всем мира и добра! Субтитры сделал DimaTorzok